Всем привет! Мы пришли с Лешей в Хинкальню и сегодня забрали документы по поездке, я потом расскажу, покажу, что там опять Малахануги и зашли в Хинкальню. Это мне посоветовал тренер, что я занимаюсь в этом клубе. Он сказал, что в Кубометре у нас вот такой вот огромный, видите, Кубометр называется. Там вот есть такая Хинкальня, называется Вахла. Покажу сейчас Хинкали, какие купили. Так, вот это, короче, свинина говядина, две Хинкалины. Вот это с сыром, видно, что она такая желтенькая. А вот это с грибами. Вот мы купили, это, короче, порция 24 гривен. Получается, мы купили по три порции. Вот, дали зубочистки, соль, есть антисептик для рук. Взяли такой чай, я взял облепиховый, 25 гривен. Алеша, ты что брал? Яблоко, апельсин. Яблоко, апельсин, да, и роза, да, или что-то такое. Обалденно, вот это вкусный хлеб, называется, короче. Сейчас пить, а чья. Пить, а чья. Пить, а чья. Как-то, что? А пить, чья. Классный вообще хлеб. Скажи, да, вообще, необычный? Попробую, что там внутри сок вытекает. Так, берез запыптик. Он, кстати, у них на стене нарисовано, как есть правильный хинкали. Надо взять в рот, выпить сок без ножика, потом выпить его, и потом там что-то съесть с остальной хинкали, ну и хвостик выкинуть в коробочку. Ну, как какие-то, знаешь, как капуста у нас цветная. Ага, вроде бы головка цветная с капустой. Я первый сел с грибами, с грибами не понял, а потом понял, что с грибами, с мясом. Хе-хе, мастер шеф, не отличил ребят нас. А сейчас им с мясом, не пойму, какие есть. Как-то что у нас делалось? Пыптик оторвался вместе с тестом. Балда. А вот так и бачит, как делается он. Куэлдык и здоровьем. Куэлдык, да? Здоровье куэлдык. Вот что оно, тесто выпало, видите? Харш остался. Вот это есть нельзя. Сырое, видите, тесто. Ну, так должно быть. Ну, уже, знаешь, готовимся уже в грузинском ресторане. Типа, чтоб не русский. Да. Поступаем. Я руками нарую. А вкусно, с кинзой. Ты любишь кинзолки? Здесь не было вообще. Ой, 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 потыкло, потыкло, потыкло. А что делать, потом это выпить можно, да? Как из блюдечка. Как? Какие шо? Да. Какие-то. Ну, ой, только рот открыл, а оно выпало. Команчо-по! Новые посетители. Сыром вкусные. Сыром вкусные, наверное, как варенички. Ой, ты че, сколько с лука. Обалденно, правда. Так что заходьте сюда. Мне даже посоветовали. Ну, две хинкалины и 24 гривны. Не важно, какие. Вот это стоит 24 гривны. Это порция, да? Да. Это с сыром. Ну, с сыром, наверное, не выпадают, да? Они такие дебебенькие. Было бы я попался. А сыр типа бринзио такое еще-то, да? Вкусно. Типа салфетки, да? Да. Да. Это салфетки Неприличные А вон они салфетки Видишь, где перестница черная стоит Возьми Возьми Тут такие включатели, смотрите, лампу можно включить и выключить Тут лампочка Прикольно, место прикольно Видно, что он уходил Возьми Вот Возьми 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 потемнело, я покраснел. Вот эти классные хинкали. С сыром. С грибами так себе. Мне понравилось с мясом очень с сыром. Пойдем вещи выбирать. Одежду. На египет. Есть качели вот такие. Неудобно вот это сползает. Неудобно сидеть. Вот так вот тут кубометр выглядит. С улицы там подниматься. Что будем одеваться? А тут конечно холодина уже. Вот это выстроили такое у нас помещение. Типа бочки такие сделаны в виде столиков. И вот тут находится хинкальная вахвах вот такая. Он и Леша и де вахвах грузин. Ну прикольное место такое. Только мне не нравится, что холодно вот здесь. Летом конечно хорошо, но зимой холодно, да. Но внутри очень тепло. А куда же намеки теперь? Кстати Франсуа. Вот открытая эта самая кондитерская. Не кондитерская, а там можно поесть. Вот Франсуа это сеть такая по городу. Вот так вот, кубометр. Видите, она сделана такими как контейнерами. Внизу типа бочетая лавочка. Ну холодно очень. Магазины есть. В общем, кинотеатр. Даже кинозал за двоих есть. Я ни разу тут не был. Это первый раз. Типа контейнера. О, я думал Флорида. Впереди Флорида. Флорида, Ялта. Вот так вот видите, как оно сделано. Эти контейнера закрываются потом на ночь. Вот и здесь вот такое. Награмазды. Кстати, вот тут я покупал в Золотом веке. Я вот эту икону Коли когда отсылал. Так что вот такую. Так, пришел в Пулымбир. Сейчас буду вещи выбирать. Там вчера были скидки. Сегодня людей поменьше. Вчера тут гриблы и мох и болота. Вот футболки. А 149 вот разные. Ну, может, надо еще в первый кубич. Красиво. Не знаю. Тут такие штаны есть. Скидки. 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 Леша, как ты думаешь, пойдут на меня? Будут в обтяжку? А, ну в облипочку. Да? Да. Пусть как три походи. Да, не надо. Хорошие, мне нравится, что с молнией. В принципе, не такие, как у меня сейчас. Немножко другие. Вот это я возьму, померяю. Скажите, а таких больше нету размера чуть-чуть на один размер? Вот таких. То там, ну, большие еще одни. Это в США есть, да? Куртки вчера висели. Что там они делаются? А вот они, по-моему. Вот эти куртки я смотрел. Вот уценка. 399. Тут прикольные куртки. Видите? Вот под вот такая идет зелененькая. Вот под вот эти штаны какие цветы, да? Ну, какой не хочется будет в односонном лазать. По 399. Ну, это совсем. Это совсем тонюсенькая. Такая зохлая. Это немножко поплотнее. на заклепках, да? Оно вот такая. Вот мне нравится тоже на молнии. 40-й. 42-й. 40-й. Ну, возьму такую. Так, вот такие спортивные штаны тоже можно купить. 30-й размер. 32-й. 32-й. Возьму футболки по мере. Тут разные такие висят футболки. Можно взять такие красивые. Знаете, оно на солнце, чтобы не вонючее лежать, а красивое. С крокодилами вот красиво. Что за размер? По 149, вот такая 38-й размер. Нагреб вещей, в общем, футболки вот такие. Максимум 6 вещей можно взять. Вот такую курточку взял. Вот такие вот штаники. Мне что-то кажется, будут, конечно, они в облипку эти штаны. Хотя могут и подойти. Вот. Это я. Сейчас буду одеваться. Потом покажу вам, что померил. Первые штаны вот такие вот я померил. Это типа, ну, как сказать, джинсы, не джинсы. Тут замочки на молнии. Вот такие вот. Вот здесь такие, знаете, как типа вставка вот такая. Ну, как типа вшито. Вот и здесь вшито в области колена, короче. Вот там на резинке внизу. Вот такие вот. Не знаю, как вам кажется. Сзади. Не на резинках, короче, сузы. Вот такие вот. Короче, не знаю. Вроде неплохие. Так, конечно, но они еще подрастянутся немного. Видите? Между ногами такая штука какая-то сделана. Второй лот. Вот такая вот куртка. Она такая, короче, легенькая. Ну, типа не знаю, как шел она. Такая, знаете, тонкая ткань. Внутри сеточка. Вот. Вот такая вот. По-моему, прикольная. Конечно, нитки торчат в качестве. Вот эта полуимбировская. Но вроде неплохая. Стоит она 399 гривен. Вот такая, короче. Сейчас ее застегну, покажу. Слышно нормально, значит, не очень. А штаны как? Нормальные штаны? Штаны ничего. Дело вкуса, я не люблю такие. Это что, сильно в облипку, да? Да вроде так оно, видишь, сильно болит. Ну, конечно, вот тут они такие пояси, как бы, в облипку. А если на один раз больше? Анима на размер больше. Я тоже хотел бы на размер больше. Потому что если карманы вот расстегнуть, оно, знаешь, как... Ну, оно не сказать, что прям разрывается. Ну, как-то комфортнее просто было. Ну, да. Ну, так присаживать, вроде, ну, нормально. Ну, они такие потянутся еще эти штаны. А куртка, как тебе? Хороший. Да? Так, а тебе такую тоже надо примерно взять. Не знаю, наверное, холодно. На одну футболку? Да. 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 Какие-то эти, куда, знаешь, в Лондоне, вот тут такие, ходили раньше такие пальто, и там такая херня сверху была. Ага. Так, сейчас футболки... Ты хотел бы тоже так. Да. Вот померил такие штаны, но что-то мне какая-то тоже серый цвет как-то... Ну, не очень. Что-то оно... Вроде они нормальные на меня. Ну, как-то серый цвет. Наверное, не мое серое, надо потемнее. Оно, я знаю, так плюшевый мишка. Вот тут как-то оно так много всего. Ага. Фигня. Вот потемнее немножко и еще. Потемнее, еще темнее, да? Да. Потемнее. Ну, у меня же двое получится, а внешний запад, ну... Можно. Можно, да? Да. Что-то там можно уберить. Да, вот это мне... Вот это я беру, вот это беру. А что не берете? То, что... Ну, пока еще то, что не беру, то вот это. Ну, ладно. Вы пока старайтесь, я запомню, что у вас здесь. Ага. Все. Хорошо. Сейчас другие померяю. Вот такие вот темно-серые. Мне не нравится, они гамаши с ночосом. Конечно, все. Как гамаши с ночосом. Очень хороший. Чапогань. Сейчас посмотрите. Вот такие, они как гамаши с ночосом или что? Тут же оденешь в магазине, все светло, как он светит. Не знаю, как и мерить. Ты вот сейчас они померял, не знаю, что-то они как-то сзади, как с раковый сидит. Но это так не должно быть. Это нарезвие они в обтяжку у меня вот здесь в поясе, еле натянул их вот тут в поясе. А как-то оно видите снизу? Сейчас буду мерять футболки, потом покажу, потому что остальные у тебя точно возьму, а вот футболки еще сейчас померю и покажу. Вот такой футболка. Не знаю, чтобы брать такие цветочки. А? Нормально, думаешь? А эти штаны нормально вроде, да? С цветочками, яхт, привет. Вот этот, а это это будет в обтяжку. Ну, это будет в обтяжку. на тонкая как светится как он насквозь видно если с одной стороны так вообще просвечивается не но она может для лета и неплохо под шорты нишу ну конечно эти вот это все вывезете какие-то женщина садить короче это русалка вот так классно о боже капец вырыгать можно что это если так выпечить тебе такого же живота есть уるт Тебе дадут от чапли на этот приз премию, миллион долларов. Сказать, что аж они похожи, глянь. Вот так вперед. Это я выдуваю, конечно, сильно. Так оно, конечно, брюхо еще есть. Ну, это в обтяжку, конечно. Она не свистит, я бы уж некомфортно себя в ней чувствовать. Так, в общем, одел вот эту футболку вторую. И вот такие штаны себе еще спортивные посмотрел. Это я покупал, посмотрел вот такие себе брезентовые. А эти типа спортивки, вот такие с белой резинкой. Вот, вроде ничего. Но они из чего, они из брезента, из чего они сделаны. Типа плащевка, баллонка. Вот. Вот такие вот сзади. Тут трусы видно, видишь, трусы видно. У меня же трусы обычные, знаешь, не панталоны. Но все равно видно, вот идешь. Что, их трусы можно не одевать? Ну, как ты будешь идти вот так, трусы? Ну, а что? Видите, оно мне не нравится, что оно как... Ну, карманы собираются нормально, а когда трусы вот тут торчат, как-то по-дурацки. Ну, так нормально, они по длине. Вот если присесть. Такие неплохие. Ноги вон сзади. Улыбки. И футболка вот такая с изображением планет. То есть, ну, как бы взор пал на две футболки. Вот эта, такая светленькая, знаете, по солнечной погоде тягает. Но с цветочками, конечно, притыренный. И, короче, беру... Ну, покажу потом, что взял в конце. Вот такие шорты я возьму, померить. 48-й, а у меня аж какой, я не знаю. Ну, возьму такие. Померю. Какие-то плавки, говоришь, сколько стоят? Ой, боже, 500 гривен. За что? Да, вот этот клаптык на самый платок. Точно, что, слушай. Шлепки вот такие. Дорогие, дорогущие. Ну, это же фирменное. 300 гривен такое. Тут куртки неплохие, это мы в спортмастер пришли. Хороший магазин. Вот тут такие шорты есть. Разные. Тебе такие не свистят? 50% скидка тут. И красные тебе не надо. Если вот такие рядом. Все равно 800 гривен. 800 гривен, а? Дорого. Ну, я померю вот такие шорты, короче, то, что для плавания такие. Вот они такие салатовые. Вот. Ну, как салатовая резинка. Это я из трусов снял просто. Все валяются. Нет. Померю. Ну, в них плавают. Эти шутки, я так понимаю. Вот. Вроде ничего. Так, сядешь. Ну, где нормально. Тут нормально в спортмастере. Тут можно, знаете, походить, спокойно посмотреть. Тут и футболки висят, и все примерочные. Такие белый свет человеческий. А то зайдешь в эти самые эти, там вообще свет непонятный. Все красиво на тебя. Все как дурак, а потом видишь, как последний лох. Я в таких Бэтменах, короче, носках советуюсь с Колей, потому что сам не соображаю. Коля все выбрал. Шорты эти беру, только на размер возьму меньше. Это для плавания. Надо без трусов носить, я так понял, плавать. Эти немножко великоваты на меня. Вот. Материал хороший. 400 гривен эти шорты стоят. Ой, так мы лоханулись. Путелка, я вам расскажу. Перед домой. 399 гривен, пожалуйста. 48 размер, мне надо меньше. Вот мне нравится, что в спортмастере не запрещают снимают, ничего. Снимай, что хочешь. Очень много вещей. Вот прикольно, мне нравится зеленая. Смотрите, какая Колумбия. 1399 гривен, правда, стоит. Но вот неплохая. Такие вещи, как, ну, ни денег у тебя, что-то курточка, чем плохая, гляньте, осенняя такая. Вон, куртки какие, гляньте. Тут хорошие вещи. И спортивные, и обычные. Вот, как знаете, к верблюжьей козы сделано. Вот. Красивая шерсть. Вот красивая курточка. Мне нравится этот магазин, неплохой. Я как-то все мимо него проходил, потом как-то раздуплился. Это мои вещи тут. Базируюсь тут. Мне не нравится. Знаете, что никто не мешает, никто тебя не дергает, никто тебе не говорит, давай снимай вещи с себя. Так, зашел по мере вот такие. Синие и черные. Вот такие вот кроссовки. 41 размер. И то, и то. Эти 41, интересно. Синие и черные. Продолжение следует...